Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На котором растут плоды, из которых потом вылазят крысы Затем фонд отобрал у какого-то бандита снайперскую винтовку, которая стреляет порчей В результате которой цель умирает от несчастного случая после выстрела Одна из самых сложных штук, которую сделал Левша, это целое измерение, похожее на цепочку уровней из компьютерной игры, в каждом из которых нужно пройти определенные испытания А потом он еще собрал стиральную машинку, которая отмывает деньги Именно в том смысле, что делает из денег, полученных преступным путем, честно заработанные денежные средства К которому представителей властей не возникает вопросов В общем человек обладает внушительными аномальными способностями И потому делает всякое Потому что может Казалось бы, довольно простой персонаж Но делает разные аномалии и артефакты Так этим в мире SCP каждый второй занимается Да и на самом сайте SCP.ru О нем ничего особенного нет Никакой толком истории или там развития персонажа Но главное из его изделий это, конечно же, SCP-1011.ru Механические блохи-взломщики Которые способны взламывать любые охранные системы Стальные насекомые управляются старым карманным персональным компьютером И помогают преступникам проникать куда они хотят Механические блохи это не просто так Ведь это отсылка к произведению Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе Которое было написано аж в 1881 году, еще в царской России Потому теперь это рассказ о мертвом и мертвых, об истории В 1815 году русский царь Александр I приезжает в Лондон Где в том числе посещают Лондонский музей На тот момент Англия была не только крупнейшей империей за всю историю человечества Но и центром мировых технологий Англичане делали не только лучшие корабли и кареты Но и строили всяких механических животных, счетные машины В общем, угорали по стимпанку как могли Об этом еще было видео про механическую куклу на этом канале Легенда о тульском левше начинается с того, что царь Александр привозит из Англии невозможное чудо инженерной мысли Механическую блоху Блоха была не просто железным насекомым в натуральную величину Но еще и умела двигаться, да еще и танцевать Далее по сюжету в России почти 10 лет не могли повторить это чудо Так сказать, не получилось сделать наш ответ хитрым англосаксом Пока где-то в тульской глушине нашелся простой мужик-оружейник Собственно левша, который смог сделать блохе подковы Который можно было рассмотреть только в микроскоп Уже тогда левша, который, к слову, показан автором необразованным и слегка туповатым человеком Похоже, освоил нанотехнологии, не иначе Англичане так восхитились простым русским гением, что пригласили к себе Но от работы в Англии он гордо отказался А по пути назад в Россию еще спился и умер Такая вот патриотическая легенда Перед смертью он сказал, что англичане ружья кирпичом не чистят Это и было его главное знание об Англии Однако его слова не донесли до царя И дальше автор как бы намекает, что Англия победила Россию в Крымской войне Только потому, что там правильно чистили ружья А вот узнал бы царь, что в ружье не надо напихивать толченый кирпич Тогда бы и победили Сам автор говорил, что придумал левшу от и до сам Однако так он сказал, когда его обвинили в том, что он всего лишь записал народную историю Не добавив в нее ничего нового Хотя у левши даже нашелся прототип Оружейник Алексей Сурин Который правда вернулся из Англии и даже не спился А организовал в России современное на то время ружейное производство Что еще мы знаем о загадочном левше? Кто этот человек, который живет где-то посреди России недалеко от Тулы И может создать все что угодно Любую невозможную хрень Как-то сразу очевидно, что таким, как его показал писатель Туповатым алкоголиком, который непонятно как создает невозможное Он быть не мог Да, оригинальный роман, набит алкоголическим юмором и просто туповатыми приколами Хотя автор и говорит, что это острый актуальный юмор Наверное, люди будут смотреть нынешние видео на ютубе через 150 лет И воспринимать сегодняшние шутки так же Если вы смотрите это видео через нейроинтерфейс из 2070 года Напишите, что ли, как оно вам вообще Если отбросить весь этот стиль повествования Основанный на актуальных в конце 19 века рофлах Можно получить довольно интересного персонажа Странный полубезумный мастер Закрывается в избе и устраивает целый мистический ритуал И простейшими инструментами По поздней версии и вообще гвоздями Создает микроскопической блохе подковы И вот через 150 лет его продолжатель Делает новые предметы, попадающие в коллекцию ру филиала фонда SCP Какой-то потенциал у персонажа определенно есть Но истории о нем написано не так уж и много Рассказывать-то на самом деле нечего Как говорится, автор пиши еще А мы плавно переходим к другой организации ру филиала Пока Левша, сидя во всяких подвалах и гаражах Мастерит предметы, которые он продает разным уголовникам Фонд SCP-GOG проводит переговоры Для взаимного сотрудничества на территории России В итоге чего основывает целую организацию Корпорацию Логос Первоначальной ее задачей стало исследование возможности Влияния на социум аномальными способами Однако сотрудничество не вышло И об организации забыли Сам же Логос не только не исчез, но и начал заниматься самостоятельной деятельностью Используя аномальные предметы в разных своих корыстных целях Выходило это настолько успешно, что Логос в итоге обосновался в Сколково И получил поддержку от правительства В какой-то момент эта поддержка стала настолько значительной, что Логос обзавелся своими секретными базами и закрытыми городами Фонд SCP-GOG поняли, что породили монстра Но было уже поздно Хотя в SCP, похоже, не слишком этом расстроились И по привычке просто начали пополнять коллекцию своих аномальных предметов Фонд начал внедрять своих агентов в Логос И выяснил, что эта организация развернула свою работу по всей России И создала огромную сеть компаний прикрытия Первое аномальное устройство, которое удалось добыть, было найдено в психиатрической клинике Где проводились опыты над людьми Это SCP-1187-RU Грани бытия Крупная машина, в которой помещается подопытный человек После чего эта машина позволяет физически войти в субъективный мир восприятия и фантазии этого человека Устроив несколько больших экспедиций в богатый внутренний мир подопытных из Д-класса А там наверняка очень интересно Фонд продолжил искать предметы Логоса Еще одной находкой стал SCP-1192-RU Дегенерат Существо, при прослушивании речи которого у человека значительно деградирует интеллект И судя по всему, с этим объектом произошло нарушение условий содержания Ведь что не так с трендами Ютуба? Да и с телевидением, если подумать Также Логос создал устройство, которое усиливает ментальные недостатки человека И огромную антенну, которая облучает целые города пси-энергии Развивая эту технологию, удалось создать и переносное устройство Которым можно облучать пси-излучением конкретного человека В целом Логос проработан еще меньше, чем Левша Про него всего шесть текстов и тоже нет какого-то особенно закрученного сюжета Но подождите-ка, тайная связанная с правительством организация Которая облучает людей пси-волнами при помощи странных устройств Да еще и забирается в их фантазии и мысли Время переходить на сумеречную зону Время поехавшей конспирологии Дело в том, что в Рунете довольно популярна такая конспирология Что существует организация неких пси-операторов Которые используют таинственные аномальные приборы Облучают своих жертв Для жертвы они проявляются, как правило, в качестве голоса в голове По этой теории пси-операторы – это люди, которые читают мысли Просматривают фантазии и воспоминания своих жертв Внушают людям разные идеи Так сказать, лоротый поехавшей теории проработан очень детально В нем есть подробные описания того, как узнать пси-оператора Каковы его цели и отличительные признаки Я вот даже нашел статью сторонника этой дичи В которой написано, что операторы пользуются синтезаторами голоса Ведут себя сдержанно и обладают чувством юмора Теперь вы знаете, как его узнать, если с ним встретитесь? Если в своей голове вы общаетесь с голосами Статья советует искать облучающих среди ближайших соседей Но читая дальше, я понял, что они начали уже что-то подозревать Ведь тут написано, что у пси-операторов есть мобильная группа прикрытия Которые занимаются слежкой за жертвой и дискредитируют ее в обществе Амнезяки, короче, хреновые стали делать Вот что я скажу Но если бы все только ограничилось странными постами в соцсетях Ох, если бы Эти люди основали организацию Московский комитет экологии жилища Который довольно агрессивно продвигает эту теорию Да, у этих ребят все серьезно Они проводят встречи Круглые столы и в разных городах Обращаются в различные инстанции Связываются с публичными людьми Да еще и с разными иностранными организациями подобного толка И да, помимо того, что люди, которым явно нужна психиатрическая помощь За ней не обращаются Именно эти и им подобные ребята продвигают отбитые теории О том, что некоторые очень обсуждаемые болезни вызываются вышками связи А потом эти вышки горят Мир безумия куда ближе, чем вы думаете Крутая, кстати, присказка Надо будет ее чаще использовать Ведь сама она себя не использует Итак, в этом видео Были две маленькие организации Ру филиала фонда SCP Левша, за которого вы голосовали Путем комментариев за него И Логос Потому что почему бы не Логос О каком еще явлении из мира SCP Вы бы хотели увидеть в видео Оставляйте комментарии с голосом Прямо под этим видео Или может даже не обязательно SCP По не SCP я делаю ролики на другом канале Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok